Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Вообще, конечно, когда мы говорим Форбс, перед глазами стоят такие мужики с сигарами, с какими-то... У тебя Черчилль, видимо, ассоциируется с... Форбс. Вот каким образом именно очаровательная, красивая женщина попадает на должность главного редактора латвийского издания? Ну, фактически, я в журналистике работаю 9 лет. Вот сейчас у меня будет в декабре юбилей. Я начала работать в агентстве «Новости лета». Я там отработала фактически все время. Параллельно у меня были много разных проектов тоже и разных форматов. Я работала сначала, писала много обо всем, потом писала в основном о внутренней политике, 7, и была параллельно тоже редактором уже в последние годы. И потом была возможность искать новые, так сказать, приключения. И мы договорились. Вас нашли или вы нашли? Ну, скорее, меня нашли. Ну, вот не было опасений, что после, скажем, новостного сайта, все-таки где более динамично происходит жизнь, уйти, скажем, в форсу, где, мне кажется, более такой ленивый темп. Но, может быть, я ошибаюсь. Я не скажу, что темп ленивый. Мне кажется, это вообще такой немножко миф, что если мы работаем в печатном издании, то мы сидим там полмесяца, ничего не делаем, и в последний день там что-то пишем. Потому что это именно в том-то и вся суть, что ты делаешь что-то такое, что не показывает новостные сайты, составить те же рейтинги, сделать все эти факт-чек, очень много всего. Это занимает достаточно большое время, потому что это не просто спросить у кого-то мнение, что-то написать. Хотя новости тоже, ну, конечно, это каждая работа, каждый жанр журналистики требует очень много вложений, чтобы информация была качественная, чтобы тебе доверяли, чтобы это было интересно, чтобы это было то, чего нет у остальных. Работа с источниками, это очень много работы. Ну, я первым делом, естественно, пошла смотреть социальные сети, думаю, сейчас я зайду в Фейсбук, там вы, я буду вас изучать, а там почти ничего нет, вы не очень активны в социальных сетях, и, например, у вас там не указано, мне кажется, что вы работаете в Форбс, почему так? Ну, я вообще, да, социальные сети, я лично, лично и свои не очень люблю вести, я каждый, вот у меня бывает постоянно, что я думаю, надо, вот когда я еще писала даже там о политике, я думаю, надо начинать писать столько всего интересного, что не входят в новости, какие-то детали, какие-то, но мне очень сложно этим заняться, я не могу себя заставить это пока делать. Мне это, ну, мне... Неинтересно? Ну, скорее, да, потому что я тоже не слежу, меня нет, например, в Инстаграме вообще, у меня нет Инстаграма. Как бы являясь главным редактором журнала Форбс и... Ну, например, социальные сети Форбс, конечно, мы тоже вместе... Да, есть их. А вот мы о них поговорим, да, но здесь, скорее, вопрос просто, потому что всегда главный редактор – это все-таки лицо, это бренд, по сути, и люди, проверяя там тот же журнал или какое-либо издание, все равно идут на страницу главного редактора посмотреть, чем он живет. Ну, мне кажется, знаете, часто бывает тоже так, когда у вас есть личная страница, которая достаточно закрыта, и такая более имиджевая, которая как страница уже, а не где ваши только личные друзья, потому что писать постоянно, я рассказываю друзьям и так, что я делаю, и еще я буду им постить каждый день «Здравствуйте, я на работе», но это тоже как-то, мне кажется, немножко такое преувеличение. Конечно, селф-промоушен – это важно, особенно в наше время, но мне пока хватает и без этого. То есть получается, что нужно создавать две странички? Я не говорю, что нужно, я говорю, что я знаю примеры, когда люди так делают, даже наши латвийские журналисты, да и не говоря уже и о других, у которых более широкая аудитория. Просто мне кажется, я пока… Потому что если ты начинаешь этим заниматься, этим нужно заниматься регулярно. Нет смысла сегодня делать что-то, вот я сегодня поставлю себя, чем я занимаюсь, как я беру интервью, а завтра расскажу что-то, расскажу свое мнение о чем-то, а завтра я буду, знаете, своего кота фотографировать, даже выкладывать, а потом я месяц опять буду молчать. Но если этим заниматься, этим нужно заниматься систематично. Я так подхожу ко всем своим вопросам. Но нет ли у нас на должности главного редактора такого, знаете, немножко синдрома самозванца? То есть это ни в коем случае не попытка унизить, это просто действительно, когда занимаешь должность главного редактора журнала, то есть общение с коллегами, есть какие-то примеры, есть доброжелатели и недоброжелатели. Вот как получилось, насколько получилось комфортно войти в эту должность и насколько комфортно вы себя чувствуете на ней? Ну, я себя чувствую достаточно хорошо, если бы я была неуверенна, если бы я боялась, если бы я считала, что я не могу этого делать, я бы просто за это не бралась, потому что я всегда, я, во-первых, достаточно ответственный человек, если я не знаю, синдром самозванца мне не так, наверное, характерен, мне более характерен, скажем так, синдром отличницы. Если я взялась, я буду это делать, и я буду знать, и я буду каждое свое дело, ну, во-первых, доводить до конца, во-вторых, делать его максимально качественно и хорошо. Вот был разбор психологического портрета нашей гости. У нас в гостях Алина Ластовская, главный редактор журнала Forbes, телефоны прямого эфира 6721-2939, 6721-3939, номер WhatsApp 2306191. Ну и у меня вот сразу все-таки вопрос. Журнал Forbes в этом году практически пережил второе рождение. То есть вот мы все говорят о том, что бумажная пресса испытывает большие трудности, и тяжелее найти своего читателя, который вот молодой читатель, он все-таки ушел в смартфоны, в интернет. Вот почему все-таки было принято решение возродить журнал Forbes в бумажном варианте, и кто за этим, условно говоря, стоял? Ну, я вам скажу так, мне кажется, что все-таки мы не можем сейчас говорить только о печатном издании, которое не существует в интернете, которого нет в социальных сетях или как-то еще. Это, конечно, всегда симбиоз нескольких платформ. Но журнал – это все равно журнал, газета, все равно остается, во-первых, как какой-то ритуал, каковый-то знак качества, потому что то, что ты это напечатал, и ты можешь открыть красивый журнал, ну, как знаете, уже такой формат мини-книги немножко. Если это тем более ежемесячное издание, есть люди, которые любят читать книги в интернете, но есть все-таки те, которые идут и покупают. Мне кажется, журнал тоже – это как ты хочешь его взять в руки, почитать, посмотреть, и это немножко другое все-таки, чем это медленный продукт, медленная журналистика по сравнению с тем, что у тебя происходит в интернете. Нужно сесть в кресло, плед, кресло, качалка. Можно взять сигару, о которой мы говорили уже иначе. Мы не призываем ни к каким вредным привычкам, надо сразу тоже сказать. Можно ее не прикуривать просто. Но все-таки, вот как было принято решение его возродить? Ну, это скорее при решении издателя. То есть о том, чтобы возродить журнал – это решение издателя. И свои мотивы тоже у человека, который хочет издавать, который хочет, чтобы был этот продукт у нас на рынке. Потому что мы можем посмотреть, что у нас происходит в сегменте бизнес-прессы, например, на латышском языке. И мне кажется, что это ниша. Это, во-первых, достаточно все-таки пепр сейт-продукт. Это востребованный продукт. Можем даже у нас была единственная газета, которая сейчас тоже перерождается в журнал. И все равно, несмотря на то, что там было перед выбором, грубо говоря, какие-то, все равно ее читали, все равно ее покупали. И все равно этот сегмент, мне кажется, нужен. А кому сейчас принадлежит Forbes? В смысле, кто издатель? Да. Катерина Ильинская. Да, потому что я вчера пыталась найти информацию. У нас на страничке все написано. Вот, кстати, по поводу странички. Я вчера была, уже Forbes достаточно активно сейчас позиционирует себя онлайн. Есть онлайн-страница, веб-страница. В социальных сетях вы очень активны. Это вы ведете в социальные сети. Моя коллега, но мы вместе этим занимаемся. Да, вот, например, по поводу сайта вопрос такой. У вас он только на латышском языке? Или он будет на английском, и он будет на русском? Ну, вот смотрите, мы его запустили в сентябре. И это, скажем так, прошло совсем чуть-чуть. Мы смотрим. Но на русском он наверняка будет. И мы думаем, что будут перевод тоже на английский. Да, потому что... Да, потому что на это нужно тоже время. Потому что запустить сразу все тоже сложнее. Мы хотим посмотреть, как это работает на латышском. Посмотреть, что набирает, что читается, что интересно. И тогда его, конечно, развивать. Потому что это тоже продукт, который требует развития. А нет ли, скажем, что касается сайтов, и особенно если это бизнес-страница, нет ли смысла сделать сразу на всех языках, которые будут представлены? Потому что, ну, это же узнаваемость. Люди пришли, посмотрели, там, ну вот не будем читать, там, не все понимаем, не хотим, да, и ушли. Вы там через полгода запустили, например, русскую или английскую версию, а аудитория, она уже, ну... Ну, мне кажется, тоже, во-первых, аудитория, она не статична. Это не так, что ты пришел один раз на сайт, и ты больше никогда туда не вернешься. Мне кажется, это так не работает. Если у тебя были какие-то определенные, очень яркие причины, почему этого не делать, возможно. Но это, если тебе, мне кажется, это скорее новостные сайты, новостные порталы, или порталы, которые ты читаешь, ты это делаешь так. Тебе интересна статья. Ты в основном туда идешь из-за статьи, которую ты хочешь прочитать. И потом ты уже привыкаешь, и потом ты уже возвращаешься, мне кажется, что это так работает. У нас есть звонок, вопрос на наушники. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я, как не регулярный читатель Forbes, я его читаю только на iPad, русскую или английскую версию. Что с латышской версией? Будет ли доступно через специальные приложения? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я думаю, что это тоже вопрос времени. То есть, мы над этим работаем. Насколько вообще бренд Forbes налагает какую-то ответственность? Насколько есть вот эта связь с головной, условно говоря, редакцией? То есть, какие-то материалы общие для всех направлений? Кто-то редактирует? Направляет ли вас? Говорит, что нет, надо больше уделять внимание этим темам. Ну, во-первых, мы скажем сразу, это понятно, что Forbes – это знак качества, и ты не можешь делать все, что тебе там, знаете, некачественную работу. Вы должны соответствовать качественно, вы должны писать конкретно, то есть, все соблюдают журналистские стандарты, все эти вопросы, что само собой разумеется. Во-вторых, да, мы работаем, конечно, сотрудничаем со всеми остальными, с главным изданием, и переводы мы можем… Ну, нам никто не говорит, вот вы должны делать это, вы должны это… То есть, мы выбираем то, что может быть интересно нашему читателю, и то, что переводить, и составляем журнал таким образом. У вас на сайте указан курс биткоина. Вы уже покупали по какому курсу? Нет, мы не покупали, и мы должны, конечно, сказать, если у нас указан курс, это не значит, что мы призываем всех покупать. Нет, так может быть, вы сами верите, и вот у вас уже полный кошелек биткоинов. Нет, у меня не полный кошелек биткоинов, конечно. Ну, потому что мы тоже должны говорить и понимать, что это всегда любые инвестиции, и инвестиции – это всегда и риски, и возможности. То, что мы говорим относительно биткоина, мы тоже можем говорить, что всегда предупреждают читателей и слушателей, что это достаточно рискованное положение. О самом, кстати, биткоине вы писали? Разбор полетов. Ну, скажем, у нас были, конечно, статьи на сайте, у нас в журнале, когда мы говорили о инвестициях, вот у нас в ноябрьске еще номер в продаже, мы тоже упоминали эту возможность инвестиций, и, ну, то есть тоже соответствовали какие-то риски, возможности. Может ли быть ваш бизнес вне политики? Бизнес наш как журналистика в целом? Как журналистика, конечно, как именно, как издание Forbes все-таки, которое достаточно… Аполитично все-таки. Каких материалов там у вас точно никогда? А если заплатят хорошо? Ну, подождите, о чем вы говорите заплатят? Это журналистика, это не пиар-контора в любом случае. Но деньги никому не помешают за рекламу. Ну, подождите, о чем мы говорим? Это главный принцип журналистики. Ты делаешь то, что интересно или важно считать, или не то, за что тебе заплатили. Если тебя за что-то заплатили, и ты это делаешь, это, во-первых, уже не журналистика, это реклама. И это должен быть четко помеченный материал. Но у нас нет политических реклам. И не будет? У нас это… у Forbes нет политических реклам. Может ли быть какое-то политическое давление, условно говоря, ну, не знаю, какие-то персоны, которые нежелательны для интервью, какие-то персоны, ну, которые замешаны в скандалах, там, не знаю, бизнес связанный, например, с Россией, который там называют токсичным. И, ну, вот, ну, такого рода. Нет, ну, нет такого черного списка. Вот об этом мы никогда не будем писать. Хотя вот эти имена нам нельзя упоминать, мы же все-таки живем в демократической стране, где мы можем писать о чем угодно. И я думаю, что если это важно, если это связано, то есть не то, что мы будем называть каждый день политиков, просто, знаете, чтобы называть, чтобы люди ему запомнились. Но если это материал, и этот бизнес связан с политикой, и то есть его лоббирует, либо это вопрос коррупции, либо это что-то, я думаю, что об этом важно писать, это важно упоминать. И, конечно, если мы говорим о законодательстве, какие-то вопросы, которые влияют на бизнес, ты не можешь это писать оторвано от тех людей, которые принимают решения. Я достаточно долго писала о политике, и я сохраняла всегда, ну, во-первых, для меня это важный вопрос репутации, во-вторых, это вера. Почему я работаю в журналистике? Я верю в идеалы журналистики, я верю в принципе журналистики, и для меня это очень важно. Если я, знаете, когда пойму момент, что я уже не верю тому, что пишут, не верю тому, что я делаю, я иду на компромисс со своей совестью, я просто уйду из профессии, потому что мне это не нужно. У нас в гостях Алина Лостовская, это главный редактор журнала Forbes, телефоны прямого эфира 6721-2939, 6721-3939. Будут ли какие-то, например, в той же веб-версии, какие-то там колонки, личное мнение? У нас есть колонки. Да, но их не так много, в том числе и видео. Посмотрела у вас видео не так много. То есть это будет как-то развиваться, или вот этот, скажем, формат, который вы сейчас… Нет, но у нас есть главные рубрики, которые у нас есть. У нас есть достаточно, у нас есть отдельный раздел мнений, колонки, и людей, которые были колонки опубликованы в журнале, и конкретно для сайта колонки, их, мне кажется, достаточно там много все-таки опубликовано. И да, конечно, сайт будет развиваться, потому что и журнал будет развиваться. И это, ну, мне кажется, в этом смысл. Ты что-то делаешь, ты видишь, что работает, что не работает, что человеку интересно. И ты идешь и предлагаешь новый продукт. Потому что, опять же, вопрос журналистики в целом, о чем сейчас говорит журналистика? Стандартные форматы, им достаточно сложно жить. Достаточно сложно приходится, достаточно большая конкуренция. Конкуренция не только с другими издателями, изданиями, либо другими новостями. Но это вопрос также с конкуренцией с социальными сетями, с новыми платформами. И поэтому ты постоянно, ты должен думать, что ты можешь делать нового, что ты можешь делать интересного. Ну, и мне кажется, это важно очень. Да, конечно, ты не можешь, вот я вам дал продукт, и он никогда не будет меняться. Насколько в Латвии бизнес зависит от политики, поскольку очень многие бизнесмены, которые приходят к нам в студию, они жалуются на то, что правила игры постоянно меняются, им очень трудно планировать строить бизнес-планы, потому что в любой момент можно ждать каких-то подводных камней. Мне кажется, этот вопрос тоже не такой односторонний, потому что бизнес зависит от политики, конечно, он зависит от законодательства. Но в то же время мы знаем другую сторону вопроса, насколько часто, поскольку у нас нет регулирования лоббирования конкретного закона пока, мы знаем, как еще и бизнес влияет на политику. То есть это не вопрос того, что только политики сидят и придумывают законы. Но все-таки, мне кажется, и бизнесмены, и какие-то отдельные предприниматели, я не говорю ни в коем случае, что все, они тоже, во-первых, они и жертвуют партии. О чем сейчас тоже была дискуссия, когда в парламенте принимали закон о повышении финансирования партии. Все говорили о том, что вот мы сейчас дадим больше госфинансирования, и политика будет менее зависима от спонсоров. Мы посмотрим, как это получится. А ваше мнение на эту тему, может ли такое получиться? Потому что в общем-то это вызвало негативную реакцию. Я в целом хочу сказать про этот законопроект. Я считаю, что не может СЕИМ, нынешний СЕИМ, принимать закон, который относится на них самих. Мне кажется, повышение финансирования партии должно было начать работу со следующего созыва. Это был, несомненно, важный шаг, который нужно было сделать уже давно, потому что это не первый раз, когда такой законопроект рассматривали. Но взять и поднять финансирование себе, особенно во всех этих дискуссиях, когда медикам не хватало денег, когда все. Но это, во-первых, для меня это кажется как конфликт интересов. Вот и все. Да, ну я просто вот по поводу цинизма политиков, как раз вот насколько, как вам кажется, сама вот ситуация, когда действительно повышаются расходы на содержание канцелярии президента, повышаются зарплаты депутатов СЕИМа, ну и, соответственно, государственных служащих. Нет, ну тоже, знаете, я не хочу говорить о том, что вот они повысилили себе финансирование, поэтому медикам не хватило денег. Нет, здесь вот как раз вопрос морали и этики. Я говорю, что, может быть, конечно, это капля в море, но, согласитесь, вот есть красивый жест, когда политик говорит, что я буду нести, ну как бы, я не буду повышать себе зарплату, просто демонстративно. Хорошо, я понимаю, о чем вы говорите, я согласна, что это, во-первых, это выглядит очень плохо, но мы тоже не должны уходить в какие-то, мне кажется, в какой-то, ну, абсурд, грубо говоря, что сейчас мы будем делать только это, потому что у нас не может быть только одного приоритета. У нас госбюджет, он очень много расходов, очень много разных позиций, но еще раз я говорю, мне кажется, не нужно было принимать закон, который относится на этот созыв, ты можешь принять на следующий созыв, потому что этот шаг, ну, наверное, нужно было совершить, действительно, потому что аргументы логичны. Во-вторых, очень много вопросов, ну, тоже вот, они, депутаты, заморозили себе зарплату, с одной стороны, да, ну, какие-то расходы, которые повышаются бы тоже за каждую позицию, возможно, там есть аргументы, но вся дискуссия, весь этот процесс, он был, на мой взгляд, не очень корректный, не так, как это должно было бы происходить, особенно в данной ситуации. И мне тоже кажется достаточно странным, например, когда мы приняли бюджет, и одна из коалиционных партий, там, через буквально короткое время, говорит, а давайте увеличим дефицит и найдем все-таки денег, которых не достается. С одной стороны, хорошо, мы достигнем цели, с другой стороны, почему, когда в момент, когда мы обсуждали бюджет, почему такого предложения не было? По поводу бизнеса еще хотел спросить, потому что вы общаетесь, в том числе и с бизнесменами, и с предпринимателями. На ваш взгляд, вот какой бизнес может действительно процветать в Латвии? У нас, мне кажется, тут одно закрывает, а другое закрывает, еще что-то происходит, то есть куда мы смотрим, в каком направлении мы двигаемся? Мне кажется, если мы можем говорить о бизнесе, мне кажется, что это вопрос все-таки тоже инноваций, технологий и каких-то таких технологий, которые связаны, во-первых, и с наукой, о чем, мне кажется, что у нас есть достойная база, чтобы это развивать, и это всегда вопрос каких-то новых возможностей, то есть что-то новое можешь предложить, такие технологии и вот такое… Какое-то оригинальное предложение. Да, какое-то оригинальное предложение и какое-то, что достаточно актуально в наше время. Но мне кажется, и стандартный бизнес, ну как бы стандартный, грубо говоря, о чем мы говорим очень часто. Это партик из продукции и вот все эти вопросы, лауксайм на эти, мы тоже можем это делать, потому что мы говорим о биологии, что сейчас очень популярны, биологические, эко, и это, мне кажется, эко-продукты, мне кажется, это тоже у нас есть очень огромный потенциал. Мне кажется, мы вообще очень способные люди и достаточно работоспособные. Если мы говорим о том, что у нас достаточно низкая продуктивность в рабочем секторе, но все-таки чего нам не занимать, так это трудолюбие и желание чего-то делать. Ну, Латвия, в свою очередь, не может похвастаться какими-то залежами природных ископаемых. Все-таки мы страна… Ну, поэтому мы и работаем, поэтому мы и стараемся, придумываем, ищем, и, мне кажется, в этом мы и наш столок успеха. Ну, вот латвийская Nokia, вот в чем она может быть? Мы уже знаем, Валку с Валкой объединить. Нет, ну, я действительно думаю, что это все-таки технологии, которые основаны на каких-то научных достижениях. Я говорю, мне кажется, у нас действительно достойная база в этой сфере. Молодые бизнесмены, вот насколько… Ну, все… Опять-таки, общее мнение, что молодежь уезжает на Запад, многие уезжают учиться и остаются. Все-таки вот для бизнеса вот этот приток молодых, талантливых, новых каких-то имен, он очень важен, или, ну, вот этот отток, он… Ну, мне сложно сказать, вы знаете, назвать отрасль, где талант не важен. Талант и, опять же, усидчивость, трудолюбие – это, мне кажется, залог успеха в любой отрасли. Поэтому и молодые, и свежие идеи, о чем мы сейчас говорим, что ты не можешь работать одним методом, как… Конечно, есть стабильность, знак качества, и в этом важна стабильность. Но в каких-то идеях ты не можешь не брать в внимание каких-то новых веяний, каких-то новых идей. И мне кажется, молодежь очень часто именно несет эти все новые идеи. И у нас, как традиционно, в декабре номер 30 до 30, где вот как раз мы говорим о талантливой молодежи. То есть там вы знакомите… У нас там этот номер будет в декабре, на следующей неделе в продаже. И там будет шесть категорий разных категорий. То есть потому что мы не можем говорить только о бизнесе, мне кажется. Потому что люди, которые нас вдохновляют, или которые достигли успехов из молодых людей, они достойны похвалы, чтобы о них знали и в других категориях. По поводу похвалы, лично вас, кто вдохновение, кто вас вдохновляет? Есть ли какое-то образец, не знаю, журналистики, редактора, которые вы взяли себе за пример, думаете, вот классно, хочу так. Я не люблю концентрироваться. У меня вообще так… Я очень привыкла, тоже если я пишу, если я занимаюсь медиа, потреблять очень много медиа. Очень много различных форматов и печатных, и видео, и интервью, и расследований. И я слежу за тем, всем, что происходит в Латвии, что делают наши медиа. Ну и, конечно, зарубежные медиа тоже, само собой. И у меня… Я не могу назвать одного какого-то человека, потому что мне очень много что интересно. Мне очень действительно интересно смотреть, читать, за всем наблюдать. Конечно, изначально, если мы говорим о том, когда я пришла в журналистику, мои коллеги, с которыми я на тот момент работала, они заложили наверняка… Ну, я училась в журналистике, а потом экономике в университете тоже. Но какой-то бай, за что заложили мои коллеги, с которыми я изначально работала, за что им спасибо. Если мы говорим о печатных СМИ, как вы определяете, что вот эта рубрика, например, зашла читателю? Или там не пошел какой-то материал? Ну, ты можешь видеть тоже по отзывам. Ну, каким отзывам? Раньше писали письма в редакцию, а сейчас… Да, ну, знаете, после каких-то статей мне тоже лично на Фейсбуке там где-то пишут. И, во-вторых, у нас достаточно открыто и в контактах написаны наши мейлы все. И на мейлы мы получаем отзывы, и тоже по каким-то показателям. Покупали этот номер, не покупали. Но там, конечно, очень много разных критериев, почему выбирают покупать или нет. Это не только какие-то материалы. Во-вторых, еще, конечно, ты видишь по отзывам в соцсетях, потому что даже если это печатный журнал, люди его фотографируют, пишут, отмечают тебя, пишут тебе также в соцсетях и рассказывают, им нравится, не нравится. Но, мне кажется, тоже вот какой-то резонанс, и поэтому ты можешь судить. Электронная версия, как на ней можно зарабатывать деньги? Или она просто является как бы вложением в раскрутку рекламы журнала? Или она может приносить деньги? Ну, знаете, я как редактор, мне кажется, что когда ты журналист, когда ты редактор, ты должен думать в категориях, это приносит деньги или это не приносит деньги. Мама дорогая, вот главный редактор Forbes говорит, ты не должен думать. Нет, подождите. Вдумайтесь, вот сам факт. Подумайте, если вы журналист, вы делаете какой-то материал из-за того, что вы на нем можете заработать, мне кажется, что делать материал и думать конкретно, что это принесет мне денег, а вот этот важный вопрос я не буду решать и не буду о нем писать, потому что он мне не принесет денег, это, ну, журналист так не должен думать, ты должен решать конкретные, во-первых, ты должен показывать хорошие примеры, во-вторых, ты должен решать какие-то важные проблемы и говорить о важных проблемах, в-третьих, о чем мы говорим, ты watchdog до сих пор, все-таки ты присматриваешь за всеми, и правящими, и другими людьми, которые, возможно, делают какие-то не очень правильные вещи, но ты не должен думать, я говорю о том, что твоим единственным критерием, мне кажется, в журналистике не может быть, это зарабатываешь ты этим или ты этим не можешь заработать, только вот кликбайт это или не кликбайт, вот принесет мне это рекламодатель или нет, и тогда мы тоже можем, ну, знаете, А кто, простите, должен тогда думать об этом? То есть для того, чтобы издание было рентабельным, грубо говоря, для того, чтобы оно приносило инвесторам и владельцам какую-то копейку, а не забирало ее, то этот вопрос все-таки важен. Конечно, это должен заниматься человек, ну, во-первых, этим мы должны, ты как редакция, что ты можешь делать, ты можешь писать качественные, хорошие материалы. До тех пор, пока это не является конфликтом интересов с инвестором, например, с вопросами, которые он не хочет поднимать. Ну, я хочу сказать, что все-таки редакционная работа должна быть отделена от продажи конкретной, потому что продажами тоже должны заниматься люди, которые этим лучше всего занимаются, и ты не можешь говорить только о том, что ты какие-то материалы будешь делать или не делать из-за того, что это интересно рекламодателю. Хорошо, давайте вот даже, ну, не знаю, вот какой-нибудь такой мифический пример условно. К вам, вы хотите написать хорошие материалы, хотите вы написать хорошие материалы, я не знаю, там, о какой-то там политической ситуации даже, может быть, экономической ситуации, неважно. И тут оказывается, что там, я не знаю, персонаж таким же образом является там в списке Форбса или, может быть, даже спонсирует какую-то вашу рубрику условно. Вот вы будете, это же конфликт интересов, вроде здесь надо немножко покритиковать, а вроде как бы не хочется. Ну, послушайте, мы говорим о редакционной независимости. Это важно. Ну, у нас нету независимых СМИ практически. Ну, я честно... Ну, что значит, у нас нету независимых СМИ? Потому что за это не... Они от кого-то зависят. От кого они зависят? Они зависят от тех людей, которые там работают. Мы, мне кажется, не можем говорить тоже, например, тоже агентство новостей. Ну, как оно зависит? Оно пишет новости обо всех, правильно? Оно пишет и о хороших, и о плохих, и обо всех. Возьмите, пожалуйста, русский и латышский Делфи. Там разница уже в заголовках, уже в лидах. Это просто два разных мира абсолютно. Ну, понимаете, это же делают люди, которые там работают. Даже не потому, что к ним кто-то приходит с утра и говорит, сегодня вы будете писать такие заголовки, а завтра вы будете писать такие заголовки, и завтра вы будете писать о тех людях, а послезавтра вы будете писать... Это так не происходит. Ты работаешь в активной журналистике, и это твой выбор как редактора, как журналиста. Это что ты пишешь и как ты пишешь. Это не от того, что это же не происходит. Я не знаю, мне кажется, это вот тоже такой немножко преувеличиванный, утрированный вопрос. Конечно, мы можем говорить о каких-то вопросах этики в отдельных случаях, в отдельных изданиях, в каких-то ситуациях. Но мы не можем говорить, все СМИ куплены, все СМИ зависимы, все СМИ... От рекламодателя, я уверена, что так и есть. Это всегда либо это госсредство, либо это какой-то инвестор. Сейчас на данный момент Forbes, он прибыльный, это прибыльное издание? Я... Ну подождите, давайте еще раз. Вы говорите, от госсредств или не от госсредств. Тогда по вашей логике получается, что наши общественные СМИ не имеют права критиковать политиков, потому что им госбюджет дает часть средств. Ну они достаточно лояльно это делают, как правило, да. Это всегда это немножечко так. Не так, конечно, как в России, там вообще нельзя. Ну тем не менее. Нет, мне кажется, в СМИ... Ну конечно, вот Forbes, это прибыльное издание или нет. Я не буду говорить о том... Ну и правда, мне не кажется, что мы должны говорить сегодня о том, что это прибыльное издание или не прибыльное издание. Но я хочу говорить о качестве материалов, о качестве текста. Я как главный редактор не хочу приходить и говорить, что мы вот столько заработали с журналом, потому что я занимаюсь редакционным материалом, Я занимаюсь тем, чтобы мои материалы были интересные и качественные, чтобы журнал был интересный и качественный. Ещё раз вам, ну, то есть я не тот человек, это не рекламный буклет. Я понимаю, но надо тоже понимать, что любой хороший, даже идеальный текст, и может быть даже не один, рано или поздно может закончиться, потому что кому-то надоест вкладывать деньги в издание, которое не приносит прибыли. Ну, понимаете, кому-то надоест вкладывать деньги, если тоже… Вот Катрине вашу. Нет, вот, допустим, кому-то же надоест вкладывать деньги, если вы будете однобоким, зависимым и, что самое страшное, неправдивым. Кому-то же тоже в один момент надоест читать одно и то же об одних и тех же людях, которых вы будете критиковать сегодня. Вот вы решите, вот у вас один рекламодатель, и он скажет, давайте критиковать этого, и будете постоянно его критиковать. Почему постоянно? Пожалуйста, Доренко, я сразу вспоминаю, который на деньги Березовского, даже вот это выражение «мочить», «мочил Лужкова» в каждой программе, классическая фраза. Ну, это немножко тут опично все звучит, но… Да, это звучит тут опично, потому что, понимаете, тоже, главное что, чтобы вам в журналистике, мне кажется, что одно из самых главных и необходимых каких-то качеств, это то, чтобы тебе доверял читатель. Если читатель берет в журнал и не верит тому, что там написано, это вообще все не имеет смысла, если тебе не доверяют. А если вы делаете по чьей-то наводке, убираете какие-то имена, делаете что-то такое, мне кажется, ну как вам можно доверять? Вообще, средний читатель, на мой взгляд, никогда не будет проверять никакую предложенную СМИ-аналитику, ему просто лень этим заниматься. Он уже прочитал, он какой-то вывод для себя сделал и пошел это комментировать. Поэтому этим занимается, да, как правило, СМИ, да, но мы же понимаем, что мы уже проверили эти факты, а дальше не факт, что читатель сядет и будет сейчас проверять их. Нет, да, ну то есть вы предлагаете, то есть... Ну вы говорите, вот это доверие, недоверие, но доверие, это очень хрупкое такое. Это очень хрупкая, да, очень хрупкая материя, конечно, но это же не значит, что вас не проверяет читатель, это же не значит, что вы теперь, ну как бы, не поймут, не вор. Нет, я не призываю никому брать звонок, да, звонок, очень долго человек прозванивается, давайте примем, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро, у нас, на самом деле, очень интересная дискуссия, с таким большим удовольствием ее слушаю, и, ну, я вам честно вот скажу, что вот гостья и, извините, пожалуйста, хозяева, судьи, вот вы действительно, у вас такие позиции прям полярные, на самом деле. Мы договорились перед эфиром. Ай, ну, нет, шучу. У вас есть ли вопрос какой-то? Да, 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 у меня вопрос такой, вот, вы знаете, я по личному наблюдению исключительно в латвийской прессе, как печатной, так и электронной, наблюдаю просто резкий спад материала чисто аналитического, качественного аналитического. Вот и Инга Спринди, и Янис Домбурс, они, наверное, так вот, не знаю, то, что на английском называется аутлайер, вообще выпадают как бы из этого списка. И вот в чем, согласны вы ли с этим или нет, и вот в чем причина, что действительно, то ли нету спроса на качественную аналитику, то ли не осталось экспертов, они теперь занимаются другим делом. Спасибо большое. Ну, мы можем сказать, что качественная аналитическая журналистика, ну, это действительно требует больших вложений. Больших вложений, много времени и людей, которые умеют этим заниматься, опытных людей. Во-вторых, у меня, например, кажется, один из таких ярких примеров в последнее время, вот, вот, недавно, вот, мне кажется, на этой неделе, в понедельник была из «Лайкта Испания Мент», где они показывали, что происходит с контрабандной акцизных товаров, мне кажется, сигаретами. И это достаточно был яркий, хороший пример того, что люди могут сделать. То есть, они пошли, сняли на рынке место, где они как бы работали и видели, как происходит, ну, грубо говоря, продажа контрабандных предметов. Но, смотрите, вот сейчас закрываются телеканалы, остаются без работы огромное количество журналистов. Не создает ли, ну, это действительно такое вот тревожное, ну, когда очень много безработных журналистов на рынке, тогда получается, что, потеряв работу, журналист готов уже на все. Даже стать блогером. Да, и вообще, куда идет… Подождите, вы же в самом начале говорили, что это нужно и важно. Про блогерство. Куда идет журналистика? То есть, не получится ли так, что скоро вот инфлюенсеры и блогеры, у которых сейчас уже миллионы, ну, буквально в мире есть примеры подписчиков, они становятся более важными для людей, чем профессиональные журналисты? Ну, тоже, да, мы можем говорить об аудитории и о рынке. Мне кажется, у блогеров, инфлюенсеров, которые работают на латышском языке, но у нас все-таки, если мы говорим о СМИ, которые тоже работают на латышском или говорят о Латвии, у нас аудитория не такая огромная. Там, наверное, миллионников не будет все-таки. И поэтому мы можем сравнивать аудитории, смотреть какие-то форматы, но мне кажется, конечно, мы не можем этого не учитывать, не брать этого внимания и закрывать глаза и говорить, я не вижу, и все будет в порядке. Ну, нет, ну, ты должен тоже думать, как предлагать свой контент на других платформах, на других площадках, линеарная телевизия, понятно, что рейтинги падают, понятно, что ты должен что-то делать и придумывать то, что вот сейчас говорит тоже Министерство культуры о дигитальном налоге, я не думаю, что это поможет и спасет. Ситуация и будет у нас больше денег у СМИ. Нет, мы должны сами видеть, и не то, что мы должны, знаете, как всегда, вот мы увидели, что что-то произошло, а, ну, мы сделаем так же. Мы должны думать о каких-то своих решениях, о том, как разговаривать с аудиторией, мне кажется, и более, почему инфлюенсеры, мне кажется, и блогеры тоже один из их залогов успеха, то, что аудитория чувствует себя вовлеченной в этот разговор. А это не то, что сидит где-то такой, знаете, как в стандартном телевидении очень умный человек, который сговаривает, и ты с ним никак не можешь взаимодействовать. То есть, мне кажется, это тоже вопрос, и не того, что ты писал, как раньше, как это письмо, и это все вот так вот долго, официально, а то, что ты хочешь, ну, сиюминутный какой-то вот… Фидвэк получили, да. Почему Forbes умер почти год назад? И год назад даже, да? Больше, по-моему. Даже больше умер. Ну, это было другое издательство, было другое издание, другой издатель. Ну, причины какие были? Это был другой издатель, другая команда, которая работала с этим изданием, и я бы, ну, не хотела, наверное… Во-первых, я там не была, меня там не было, я не могу сказать конкретных причин или что там действительно происходило. Но вопрос… Но это полностью новая команда пришла, да, или остались люди? Ну, Катрина работала до этого тоже в Forbes, но потом в последние годы уже нет. И она стала издателем, и издатель поменялся, поменялся человеку, у которого лицензия на издание, и поэтому… У вас на открытии, я посмотрела ролик с открытия, у вас там очень активно засветился, в кавычках, Петр Равин. Да, это ваш инвестор или вы? Нет, это было просто… у нас было мероприятие открытия, как объединить с Forbes Club, то есть человеку, который может быть интересен на аудитории, которого ты взял, берешь интервью тоже там на открытии, и он был в качестве гостя. Такой вопрос, если издание закрывалось, его переоткрыли, то есть фактически произошла реинкарнация, неужели вы не анализировали причины, по которым он закрылся? Потому что если, например, его закрыли, потому что аналитические материалы требуют очень много вложений, а их нет, или вообще материалы требуют вложений, а их нет, то есть деньги, это один вопрос. То есть то, что вы сейчас говорите, немножечко тогда странно звучит. Либо это закрыли из-за чего? То есть это же тоже какой-то анализ, было издание его, и фактически оно закрылось, а теперь мы его возобновили в каком-то новом формате. Нет, ну понятно, что какие-то причины мы анализировали, но если это была другая команда, другой издатель, другие люди, я не считаю корректным им сидеть в эфире радио и рассказывать какие-то вещи, по которым, ну то есть это, мне кажется, должен говорить человек, который этим занимался. И изменился издатель, и изменился человек, у которого вы лицензируете на это. Понятно. На сайте Forbes, Forbes.lv, есть отдельная категория Forbes Women. Почему она отдельно вынесена? Forbes Live, Forbes Women, во-первых, это приложение, которое есть у Forbes, отдельные приложения, отдельные журналы, тоже это как возможность говорить о каких-то еще дополнительных темах и говорить о них больше и шире. Ну что, на самом деле, у нас мы даже вышли немножко за рамки временные. Да, тут у нас наш звукорежиссер разводит уже руками ругать. Показывает кулак. Показывает кулак, да. У нас в гостях был главный редактор журнала Forbes Алина Ластовска, в эфире были Евгений Шафранок, Олег Пек.